Максимально учесть предложения регионов и сохранить региональные льготы с таким призывом выступил президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу изменений параметров пенсионной системы. Парламентарии Архангельской области уже подготовили законопроект, который обеспечит льготами северян на протяжении переходного периода при повышении пенсионного возраста. Продолжить тему Наталья Пулина. В Архангельской области около 350 тысяч пенсионеров. Из них более 227 тысяч получают различные субсидии и льготы. Изменения в пенсионной системе наших региональных мер социальной поддержки не коснутся. В области на них смогут рассчитывать женщины и мужчины, достигшие 50 и 55 лет соответственно. С такой инициативой выступили депутаты Архангельского областного собрания, члены фракции «Единая Россия». У нас прошел региональный политический совет, где детально был рассмотрен этот вопрос. И региональный политический совет партии «Единая Россия» рекомендовал фракции «Единая Россия» внести в законодательное собрание Архангельской области поправки. И эти поправки сегодня внесены. На субсидии пенсионерам за услуги ЖКХ капитальный ремонт и проезд в пригородном транспорте из областного бюджета ежегодно выделяется более 3,5 миллионов рублей. Важно принять законопроект именно сейчас, до того, как будет сформирован региональный бюджет на 2019 год. Оставляя прежний возраст, мы фиксируем те выплаты, которые будут происходить уже в бюджете 2019 года и закладываем их туда. Мы не где-то их берем дополнительно, а мы сохраняем те бюджетные параметры, которые были приняты. Категории северян, которые имеют право на социальные преференции, также не изменились. На помощь из регионального бюджета могут рассчитывать реабилитированные пострадавшие от политических репрессий граждане, труженики тыла, пенсионеры, имеющие государственные награды. Наталья Пулина, Александр Кузнецов, Регион 29.